И доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что, наконец-таки, или не наконец-таки для кого-то, не знаю. В любом случае я выучил все, что есть у меня на коня, все, что было по возможности изучить, кроме тех скиллов, которые требуют либо маг-таблички, либо требуют книжки. Итоговые статы у меня вот такие. Вы сейчас видите на экране. Ну и перед тем, как мы продолжим, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал, вступать в телеграм. И про рефералочку с бонусами для новичков, вернувшихся, также не забывайте, она есть в описании. Ну что, у нас 45 мудрости и у нас 61 инта. 14 статов, которые мы можем с вами потратить. Не знаю, насколько коню нужны будут 50 мудрости. Это мы увидим, я думаю, в будущем, чтобы у нас был нормальный КДР. Основной нюк, который у него есть без книжки, без эфирного удара, это водоворот. Больше у него ничего нет, который откатывает и 4 секунды мы его можем сразу поместить на панельку и немножко потыкать NPC. Ну, вроде кастуется быстро, вроде все хорошо. Не знаю, насколько здесь сыграет КДР, но в любом случае бьет и бьет. И хорошо. Давайте пока остановимся на этом и не будем пока особо сильно углубляться вот в эту тему, потому что, ну, сами понимаете, на все нужны тесты. Поэтому начнем именно с этого. И все характеристики давайте вкинем просто вот-вот. Возьмем прям жестко вкинем в инту. Принимаем результат. Итого у нас становится 75 инты. На самом деле много, хорошо. Циферки приятные летят. А там дальше, конечно же, посмотрим, как он. По-моему, даже такое ощущение у кого-то меньше. Начали циферки лететь. Ну, да ладно. В любом случае маг крит у нас каповый. Дальше гнать нет смысла. Поэтому все прекрасно. Статы у нас 12654 маг атаки. 273 маг крит. И 1987 каст. Сразу говорю, это без берса 3-го левла. Это без каста 4-го левла получается. Без маг атаки улучшенной. И так далее, так далее. То есть здесь вообще на чаре пока только выучен инвентарь. Все, больше здесь ничего не проучено. Ничего здесь больше нет. Для того, чтобы нам получить какие-то более-менее такие приятные бонусы. Нам, во-первых, разделение способностей. Я вообще не знаю, насколько сейчас в маг билде пользуются спросом пет. То есть разделение способностей он работает только на питомца вашего. На призванного. Не знаю, насколько он нужен. Вот призвать Серафима свиток призыва нам нужен обязательно. То есть это 31 табличка к минимуму. Слуга волшебник. Также пока не понимаю, зачем. Ну, это для питомца. Но насколько это будет профитно, пока не понимаю. Также вопросик оставляем. Ну, белый страж, убийца, драконов. Это естественно. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это такое. Луч яркого света. Это как бы атакующий вроде скилл. Но у него очень большой кд в 15 секунд. Поэтому я думаю, что он только для пвп. Хотя мощность очень приятная. И узы боли. Узы боли, которые заменяют у нас поделиться болью, скилл. И нужна книга заклинаний узы боли. Скорее всего, двузвездочная. Дает хп. И дает 55% сразу переносится на вашего питомца. Сейчас у меня на данный момент 50%. И нет какого-либо плюса к хп. Тоже вроде двузвездочная книжка. Ну, естественно, все бафы, 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 бафы. И здесь уже идет УД для коня. И кубик, для которого также нужна книжка. Он у меня проучен. У меня есть первого левла, который также можно, если что, уже призвать. Прямо вот сейчас, да, вот зациклить. Призвать кубик. Даст маг-атаку еще плюс 150. В общем, давайте сейчас проучим Магнуса, потому что... Или не Магнус, а как там этот питомец называется. Как он там? Серафим. Потому что на самом деле у Серафима, если взять в сравнении, да, вот для начинающих суммах, это также небольшое такое вот отвлечение. Если мы вызовем Магнуса, как вы видите, у Магнуса, кроме как Next Target, там, кнута, приливной волны, то есть, атакующий скиллов, ничего нет. У Мэроу, который еще один наш конь, также нет никаких скиллов. Ничего вообще нет, то есть, абсолютно вроде useless pet. Мираж, также вроде коненок, да, тоже ничего нет. Ну и, наверное, самое печальное, это Бекар. Бекар, у которого также, кроме как восстановления МП призывателя, ничего нет. То есть, атакони, если у вас нет орфена, он, наверное, топовый. Все. По факту, кони вам ничего не дают. Но, погнали изучать. Ну что ж, вот он, свиток призывателя, таблички есть, все вроде есть, поэтому погнали. Есть, готово, изучаем теперь Серафима. Это самое важное. Он, по-моему, не учится дальше, давайте про... Нет, учится дальше, хорошо. Проучим его до Талова. Пока у нас уже игра не запретит его учить. Даже, смотрите, там 85-м учится, 87-й и 89-й. Дальше он, да, на 90-м также учится. Но, самое главное не в этом. Самое главное вообще в этом коне призываемого 16 рододухов. Офигеть. Самое главное в том, что он увеличивает восстановление МП и шанс маг крита. Это вот один из скиллов, которые он может нам давать. Это тоже приятно, это здорово. Можно выкинуть его на панель, сразу он не требует ни руды, ничего. Можем сразу накинуть его на себя. Он бафнулся и на 16... на 16 минут... на 16... 16... Бонус восстановления МП 30% и шанс крит атаки маг умений 25%. У нас сейчас с вами 300 маг крита. То есть, по факту, я вам вообще могу мудрость скинуть. Ну, было бы что скидывать, конечно, там статов нет. Но, можно мудрость скидывать ниже 40, это здорово. И, помимо этого, давайте смотреть дальше. Уменьшает время перезарядки магии, увеличивает маг атаку. Также закидываем сюда, давайте посмотрим, что же дает этот скилл. Опять же, наверное, да, на 16 минут? На 16, да? Ну-ка, давай. Оп! Бабахнул. На 16 минут время перезарядки маг умений минус 10%. Маг атака плюс 30%. Это вообще, ну, 15 тысяч маг атаки. Уже мы имеем. Это просто что-то невероятное. И еще и КДР, он нам дает 10%. Давайте посмотрим по перезарядке умений. Мы имеем время перезарядки умений такое же, как мы имели наши Е. Только с 50 мудрости. Здесь у нас 45 мудрости, мы имеем 50%. Это офигенно круто. Ну, и здесь чисто избавляет членов группы от эффектов обездвиженного состояния, удержания, безмолвия, устрашения и так далее. В общем, КОНЬ нам дает просто невероятное количество вот этих всех вот моментов, которые очень приятны на персонажа. Ну, и я думаю, давайте сравним, наверное, со статами ШИЛКи, да? Вот давайте я сейчас на экран прямо влеплю статы ШИЕ и просто сравним, что они из себя представляют. Вы пока можете, да, там посмотреть. И понять то, что разница в магатаке, она, ну, просто колоссальнейшая, да, судя по тому, что вы видите на экране. Плюс шанс крита, естественно, разнится. Скорость магии чуть-чуть уступает, но не надо забывать о том, что книжки у нас не проучены. Абсолютно. Об этом не стоит забывать. А так, судя по статам, конечно, у нас все очень приятно, но я считаю то, что вот так вот просто сказать то, что да, на первый взгляд, конь, конечно, лучше, да, магатаки больше, шанс крита выше. Ну, короче, класс, просто идеально. Не надо забывать о том, что у ШИЕ есть ПОВ. ПОВ, который вам дает и силу крита, и шанс крита, и урон в ПВЕ. Это, на самом деле, очень важные аспекты, про которые не стоит забывать. И вот я думаю, что если мы про шанс крита, ну, не думаю, что здесь стоит что-то говорить, у нас его и так 300, то вот в плане силы крита, маг умений и бонуса урона в ПВЕ, здесь, конечно, идет прям, ну, сильно-сильно чар уступает в этом плане. Ну, а зато класс красивый, смотрится красиво, там, ну, как бы, и так далее. Тем более, когда есть Тарорфен, вообще по этому поводу париться не надо, там, коней перепризывать и так далее. Тут также вы еще видите, благодаря, кстати, забыл об этом совсем сказать, так вы призываете кубик, который я вот на себя накинул. У него есть такая очень интересная особенность. При использовании маг умений, атакующих с эффектом аномальной состояния, с отрицательным эффектом, то есть дебафы там и так далее, атакующие иллюзиорные. Призыватели вместе атакуют цель, то есть раз в 15 секунд при использовании, там, например, вот атакующего умения, как у меня сейчас оно используется, да, ваш конь, ну, как бы, иллюзия появляется и атакуют еще сверху. Прикольно, прикольно, по-моему. Ну, в общем, вот как-то так получилось в плане статов, в плане изучения класса, в плане изучения книжек. Ну, не знаю, я пока его еще не тестил, так скажем, в бою, да, но статы вы видели, все вы видели. Опять же, маг атаки намного больше. Я очень надеюсь, что этот класс будет показывать себя дальше. И он будет довольно-таки интересно раскрываться. Самое главное и самое, наверное, печальное в моей ситуации, во-первых, нужна книжка на кубик. Во-вторых, нужна книжка на узы боли, но это больше, наверное, пвпшная, все-таки вставочка. И эфирный удар. Это книга трех звезд, которая дает вам основной нюк, у которого 147 мощности маг-умений. У моего водоворота еще 137, то есть разница колоссальная. Эфирный удар это еще и 147 на первом левле. То есть там мощность совсем другая, прям вообще, ну, вот разница колоссальнейшая. Ну, я думаю, то, что мы этот нюк также заберем. Мы его также сделаем, либо за ресурсы, либо так выкупим. Ну, в любом случае, я думаю, что он нужен. Насчет разделения способностей, насчет услуги волшебника. Это, ну, сильный вопрос. Насколько сильно это вам вообще надо будет? Насколько сильно это пригодится? К сожалению, пока я не могу ответить на этот вопрос. Потому что нужны книжки, нужны книжки, книжки, книжки и так далее. А опять же, если вы стоите ПВЕ, вам по сути нужна только маг-атака. То есть вам нужны ваши статы, вашего персонажа. И насколько необходима вообще будет вот именно атака питомцам, я не знаю. Да, вроде бы там есть какие-то там активные скиллы. Да, он может бить. Если это не Серафим, то это другие кони. У них там есть вроде какие-то там и магические атаки, магические нюки. Там волны воды, я думаю, все помнят. ПК конец классики, которые здесь не особо претерпели изменений. Но все же, насколько это профитно и насколько нужны эти книжки, пока остаются под вопросом. Опять же, еще небольшое отступление. Если Абсолютная Защита Слуги, я думаю, нужна. Потому что, когда вы используете тот же Трансфер Пейн, да. И который часть урона перебрасывает на вашу слугу. Я думаю, что Абсолютная Защита, увеличивающая ДФ, МДФ и ПДФ и ХП вашего Чара, она вам, естественно, поможет. Но вот, насколько сильно она нужна, да, опять же, в плане ПВЕ, я вообще не понимаю. Скорее всего, это юзли скилл. Только в ПВП, да, возможно, как-то еще и поможет. Но в ПВЕ абсолютно никак. Ну что, друзья, мы разобрали с вами умение коня. Мы разобрали его плюсом. Мы сравнили статы с шиешными статами. Я думаю, на этом пока хватит в этой серии. Остановимся. Ну, смотрите, оно выглядит же красиво, ну, согласитесь. И держит Белефа очень красивая эльфийка. Ну, классно. Короче, я пока в восторге, знаете, в таком вот... При исполнении духа, что ли. Ну, короче, мне пока все нравится. Я надеюсь, что и вам также нравится. Будем раскрывать этого коня. Будем смотреть на него, что вообще это из себя представляет. Что вообще, такой суммонер версии L2 это аутсайдеры или все-таки имеют право на жизнь. Ну, не забывайте поддерживать ролики пальчиками вверх. Не забывайте подписываться на канал, вступать в телеграм-группу для дополнительного участия в розыгрыше на монетке. И также не забывайте про рефералку с бонусами, которые есть в описании. Ведь, приходя по ней, вы получите куб помощи партнера, который облегчит вашу прокачку. А с вами был Душа Молодой. Всем хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного. Кто так пожелает, удачи вам. И самое главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok